Продолжение следует... 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 Пить из бутылки только его человечество, больше никто. Другие должны быть корректны, платье безукоризненно, парик без малейшего изъяна. Шпага должна быть там, где она должна находиться. Доставать шпагу из ножен в присутствии его величества нельзя ни в коем случае. Это государственная измена. Можно допустить некоторых изъян в перчатках, ну, если таковые имеют. Да. А если таковых нет? А если таковых нет, то надо, чтобы они были. Ну, я вот так велю себя нарисовать. Генгель ищет таланты. Извините. Да. Что еще, господин Бах? Не найдется ли у вас там... Терпского-Франконского. Терпского... Терпского... Пожалуйста. Только... Нет. Только не слишком терпского. Пожалуйста. Только не слишком терпского. Пожалуйста. Но франконского. Пожалуйста. Цепился в мантию. А, это ясно. Бал ты с королем на колене. Гонялся за ним на лодке. Это ясно. Да. 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 Я все это делал. И много еще чего. Искусство. Искусство ради. Потому что искусство нуждается во власти. Так же, как и власть нуждается в искусстве. Только она об этом понятия не имеет. Я имею в виду власть. Так надо ей это сказать. Ну, надо кричать ей об этом. Орать в самое ухо, чтобы она это поняла. Вот ваше франконское. А. Ваше франконское. Да. Ваше франконское. Так я не понимаю, оно мое или оно ваше? Оно ваше. Да. Это один. Нет! Но. Однако с землистым привкусом и по букету, и по букету несколько мужиковатый, а можно сказать. Да, но ведь не очень терпское. Вино 1942 года было лучше, но и 1943 годится. За ваше гостеприимство, господин Гендерс. За ваше здоровье. Мое здоровье, мое здоровье. Кто-нибудь думает об этом? И меньше всего я сам. Мое дело искусство и здоровье. И ради него надо делать все. Нет, нет, надо делать все, господин Багерс. Вот тут вы, мне кажется, охватили через край. Поэт всегда преувеличивал во всем еде, в деньгах, самим собой. Но я не знал никакой меры. Это в игре, в игре с властью. Я заключал власть в объятиях своим искусством. Я поплощал ее в бесконечное, в страстных объятиях. Мы безумствовали с ней на ложе, имя которому искусство. Это далось мне нелегко. Мне, королю музыки. И там же были эти настоящие короли, эти олухи, от которых всегда разит пиво. Но первым стал мне другом. Второй становится. С третьим я тоже как-нибудь справлюсь. В связи это дело нужное. Да, но самый отвратительный олуха не так ужасен, как этот, с позволения сказать, бог, публика. Вот это истинная власть. Единственная, единственная, перед которой ты вынужден трепетать всю свою жизнь. Кошмар! Это же варвары. Варвары абсолютные. Вот сидит перед тобой свора. Свора, свора. Она хочет мяса. Хочет. И она получает его, ты сам, это мясо, которое швыряют этой своре. Да. И остается только один вопрос. Сожрет или не сожрет? Абсолютно ужасный страх. Отвратительно. Страх, страх. От представления к представлению. И нельзя показать. Выдать этот страх. Потому что свора только и ждет. Этого. И вот вступаешь в борьбу. Побеждаешь. 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 Триут. Тебе я постигаю к статую. Из карарского мрамора на берегу Тенции. Побеждаю. Триута. А мы проститутки, господин. Мы подкладываем себя к клиенту. И если нас никто не хочет, то конец погибель, все кончено. И опять, снова, канаву. Следующее представление. Вот это мне было всегда как-то ни к чему. Да, поэтому-то вы всего-навсего, кантор, скромный, святой. Да, как-никак. Скромный кантор. Да, как-никак. Скромный кантор. Москвоязык был великолепен. Ага. Сложно? Просто великолепен. Ага. А теперь... А теперь... Что? А теперь позвольте мне... Понял. А теперь позвольте мне... Раскурить трубочку. Единственная роскошь кантора святого Фомы. Эх... Неправильно. А, это вот так. Неправильно. Да. А, все равно надо, что-то надо переодевать. Да. Раскурить трубочку. Для этого ему кантора святого Фомы... Не надо цепляться за мантью. Не надо там гоняться за каким-то олухом, от которого разит пиво. Моя музыка принадлежит только мне. И где же ее исполняют? Здесь, господин господин господин. У-у-у. Не слишком ли скромная сценическая площадка? Зато хорошо посещается. Я сижу за органом школы святого Фомы. Где-то далеко шумят дети. Жена напевает свою славную песенку. Я могу играть. И быть счастливым со своим каноном, с маленькой Арией. О, какое это небесное удовольствие! А вы когда-нибудь... Время от времени хотя бы... Играйте так для себя, господин Гендер, в удовольствие рано. А... Ну, я не ребенок. А я иногда могу им быть. Я вижу, я вижу. И никто меня не рисует со свиной брелл. А-а-а-а. У-у-у... Людям все равно, что я ем. Кто я такой? Иногда им не нравится моя музыка, даже вне всякой связи с политикой. Кх-кх-кх. Горовая история мной не интересуется. то я в такой же малой степени всемирной истории. Мои враги, а только мои враги. Если мне надо б на убежище от них, то я выпрашиваю титул у курфюрста. Нет, это не мой друг, друзей, я выбираю себе леса. И среди них нет ни одного полоха, от коего раздеть пиво. Я не безумствую ни на каком ложе, никому себя не подсовываю. Вместо этого я сижу за органом церкви святого Фомы. Передо мной проходят сцены из моих страстей. А Матвею я все вижу перед собой. Храл, бьет Долороза путь на Голкову. Слышу, как они кричат, «Ассанна, распни его!» Я среди них, Ха-ха-ха, Пусть даже и без относительно низкого гонорара. Денег это не приносит мне пленинг, господин Гендер. Знаете, сколько я получил за свои страсти по Матвею? Ничего. Р... Роман, что там? Ничего. Потому что вы, дилетант, господин Баб. Я не то хотел сказать. Вы не дилетант, Вы не милетант, Вы не талант, Вы не гений. Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Может быть вы... Может быть вы... Желаете трубочку? Ой, вы прощаете меня? Это не так плохо, господин Генгель. Редко школы в предсветке святого помыста, кто-то называет меня Пескун. Меня тоже. Наш, наш ректор? Все. Недавно Пескун трактирный. Тут гоняешься с успехом, выжимаешь копейку из каждой ноты, чтобы разбогатееть и стать богаче, чем когда бы то ни было твой отец. Трудишься в поте лица, работаешь, работаешь день и ночь, глаза оказываются видеть, слепнешь и все равно остаешься. О, музыкантишка. Скоро ли принесут следующее блюдо? Я не хочу есть. Я хочу. Итак, ваши предки, родом из Богемии? Да, они переселились для суда очень давно, 200 лет тому назад. Мои тоже. Ну, оттуда вышло множество прекрасных музыкантов. Трактирных Пескунов. Веселенькая профессия. Я всегда восхищался вами, господин Бах. Мною? Я знаю все ваши сочинения, почти каждую ноту. Ваши гениальные дольтерские вариации. Вы их уже знаете. Ну, я их часто играю для успокоения и вашу танцевальную музыку, чтобы повеселиться. Я никогда не писал танцевальные музыки. Гениальная танцевальная музыка. Бранденбургские концерты и магические шаги. А, ваши концерты, клавирные партитуры. Ты в самом деле многое знаете. Ваши страсти по Матфею. Эти невообразимые страсти по Матфею. Вы когда-нибудь станете святым у нас на родине? Я кое-что знаю из вашей Альмир. Пятым евангелистом. А я, Вечавин Брюц, чаровательное чудовище, светский человек, человек этого света, так будут говорить обо мне на том свете. И, тем не менее, я писал мессию. Ну, как? Как вам парангольское? Годится. Годится. Вы не боитесь того света? Да, собственно говоря, и этого тоже. А вы не боитесь ослепного? Нет, не боюсь. Я ослепного. И у вас нет никакого страха? Перед чем? Ну, как перед чем? Одиночество, полное одиночество. Со мною моя семья. Не видеть своей жены? Я храню ее образ. Мрак, полный мрак и безмолвие. Дети делают достаточно шума и гамма. Лишиться своей работы. У меня ее в жизни было не достаточно. В своей композиторской келье где-то напевает песенку жена, где-то вдалеке шумят дети. А я, старый, слепой, старик, сижу в своем в слишком просторном доме. Иногда Шмидт хлопает дверьми, а остальные проходят мимо. Ни успехов, ни поражений, ни театра. Все кончено. Тишина и безмолвие. Ни жены, ни беде. Об этом нужно было позаботиться своевременно. Баба-баба-бабу! Господин Гаммин. Вы едете со мной в Лондон? В моем доме место предостаточно. Я должен буду переписывать ваши ноты. Для этого звати Шмидт. Да мы будем помогать друг другу, беседовать друг другу. Быть может, сочинять вместе. Со мной уже было такое с этим и сочинять. Итальянцем в Бананчине. Он писал один акт, я другой. Пьеска была дрянь, но сенсацией в каще полно денег. Так, один Генгель. Но для начала я вам привью здоровую коммерческую жилку написать страсти по Матфею и не заработать на этом ни гроша, но это же позор. Искусство не может мириться с таким позором. Господин Генгель. Для начала вы напишите ораторию. В выборе сюжета вам надо быть осторожным. Сюжет не должен быть слишком христианским, иначе евреи не пойдут. И с моралью не надо очень налегать на мораль, иначе не пойдут дамы. Господин Генгель. Но превыше всего это торговля нотами. Это приносит наивысший доход. Я познакомлю вас с своим издателем. Ну, мошенник, как все издатели, но честный мошенник. Нехитрая лиса, как эти немецкие издатели. Ну, так что? Что по рукам? Вы что, уже ослепли? Поздно, господин Генгель. Да, никогда не бывает. Ну, лучше я такое предложение 20 лет назад, и я бы пошел к вам в переписчики ваших нот. Ну, так стало быть. Стало быть. Если бы мы с вами познакомились раньше тогда. Ну, вы же не познакомились. Но мы могли бы познакомиться. Да нет, я не так часто бывал на родине. Ну, достаточно часто. 17 лет тому назад вы приехали в Галя. Я послал к вам одного из своих сыновей, чтобы попросить вас побеседовать с вами. Вы были заняты. Ну, как раз умерла моя мать. Ну, что она... Извините, 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 пожалуйста, извините меня. А 24 года тому... О, 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 я носился тогда по всей Европе. На Германию у меня было несколько часов. Еще раньше, еще что-то в году, в 1716-м, вы приехали в Германию уже всемирно известным господином Гендель. Господин Гендель всемирно известный. Господин Гендель с успехом, как с наследственной арендой в чемодане. Увидеть вас тогда хоть на минуту. Поговорить с вами хоть пару слов. Ну, так почему же вы это не сделали? А? Вы были заняты. Не знаю, не знаю. Я... Ну, тогда, значит, это что-то было, что-то случилось. Подождите, что-то случилось. Умер ваш отец. Нет. Родная сестра. Нет, 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 нет. Любимая тетушка. Нет, нет, ну, что-то было, что-то случилось. Подождите, что-то случилось. Ничего не случилось. Ничего. Просто-напросто господин Бах. Бах. Жалкий, тротирный, бескупный. У меня никогда нет времени. У меня никогда не было времени. Сегодня вечером нашлось. Да и сегодня нет. Я уже давно должен жить в Дрездене. А вы тут. Я тут. Нашли время пригласить, отобедать жал... жалкого, скромного... скромного кантура церкви святого Фомы. Почему нам так долго не несут жаркое? Какое жаркое? Есть паштет. Из дичи. А к нему крепкая тахайская листья? Я... Я хотел увидеть. Я... Должен был увидеть. Я должен был понять, почему такой гений, гений, как вы, почти превосходящий мой. Я прошу вас, господин Геннер. Да-да-да-да-да-да-да. Почему такой гений, как вы, ну, не имеет решительно никакого успеха? Я только сейчас получил снова заказ от русского характера. Ой, а среди-то сего он платит сущую ерунду. Ну, что ж, так и быть, так уж и быть, принесу ему музыкальную жертву. Типичный бах. Не позвонить ли нам на счет Жаркова? Бах. Бах. Я... испытывал... Страшно. Все это время передо мной... Перед вашим именем, перед именем... Бах. А что ж в нем такого ужасного? Слишком... распространенной здесь, у нас, народе. Да, у нас большая семья. Огромная. Ну, а знаешь, что ж тут поделаешь. Да-да, как музыкантов, что не бах, что музыкант. Да, мы очень музыкалисты. Да, что не музыкант, то бах. Бах, 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 бах. Это у нас в роду. Да, а гендерли. Небудь. А вы-то единственный и последний. Ни учеников, ни детей. Только отец, который хотел палкой вылить из меня мои музыкальные бредни. А здесь, на родине, около каждого органа сидел бах. Достаточно было иметь эту фамилию, чтобы стать музыкантом. И я стал молиться по ночам. О, если б я тоже был бахом. То была ваша молитва. И как хорошо этим бахом мысль сия не выходила у меня из головы. Ни богатых родителей, ни дома утопающего проскоши, ни вечерний приказ отца, ты будешь только юристом. Я бы с радостью им стал. Только музыка. Вот их жизнь. Вечная музыка. Музыка. И нужда. Что? Мы были бедны, господин Гендель, да я... я и сейчас беден. Ну, наружи нищь, а внутри сверкающий, а в вас рассуждение богача. Да, я не был беден, но я не был бахом. Но я ведь стал стать музыкантом. Я... Георг Придрих Кендель. Но куда ни кинь, везде бах. Бах! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха-ха! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха-ха! И я... бежал на чужбину туда, где не каждый музыкант зовется бахом. И в подобочную бычь, куда не залетит ни один бах, моя музыка становилась все громче и громче, чтобы заглушить это имя. Ничто не должно было напоминать мне о нем. Приезжая иногда на родину, я вызывал вперед тайного агента. Только чтобы, не дай бог, встретиться с вами, я был доступен для каждого, но только не для человека с именем Бах. Я вычеркивал это имя из списка моих визитеров черными, жирными чернилами. А сам по ночам в тайне рассматривал ваши сочинения, ваши генеальные сочинения. Каждую, каждую ноту я опять молился, молил Господа. Почему я не бах? Это имя невозможно было вытравить мне из тебя. Призрак! Призрак! Страшнее не бывает. Я думал, он будет преследовать меня до самого гроба. Ну вот, призрак рассеивается, как дым, и за место него живой человек. Господин Бах. Ни манер, ни успеха, единственный камзол на выход, да и тот дважды перелицован. Вот сей образ я и унесу с собою в могилу. И если там ваше имя будет стучать мне в виски, я буду видеть перед собой вас, вас, бедолагу, бедолагу, который съел за моим столом первый и в последний раз морского язычка скромного кантора школы при церкви святого Фомы. за этим вы и приехали, гуляйте. И теперь, теперь молитва моя такова. Благодарю тебя, господи, что я, что я Гендаль! Гендаль! Дерг, придрых, Гендаль, только и всего. Но всемирно знаменитый. Об этом я тоже часто молил Господа Бога. Что? О, если бы я был знаменитым Гендаль! Гендаль! Вы об этом молили Бога королем мужики, который преклоняет олени перед королем? Ниже, господин Гендаль, ниже. господин Гендаль. Ах, Я тоже знаю всю вашу музыку. Каждую ноту, от которой там, где-то лопаются барабанные перепонки. А вы невысоко ее ставите, я знаю. Альдмирум быть может. Она весьма милая, ее можно было с успехом использовать для моих страстей по материам. Ну, вы это и сделали. Но вы же говорили, что восхищаетесь мной. Ваша ваша успеха. Но вы хотели встретиться со мной, беседовать со мной. Меня разбирало любопытство. Я хотел видеть. Я хотел... Я должен был видеть. Я... Я должен был, наконец... Наконец... понять, от чего... От чего такая посредственность, как вы имеете такой ошламляющий успех. Господин ма... Хоть один раз в жизнь в жизнь испытать такой успех, как вы заполучить титул короля музыки, однажды сжать в своих объятиях власти и блаженствовать с нею в ее объятиях безумствовать на ложь именуем успех. Господин ма... Господин ма... Однажды быть брошенным на сведения публики и слышать ей ликующий крик слава дорогому, слава дорогому, как солнцу, баху! Бойди, честный зверь в этой сборе хоть один раз такой успех за такой отвратительной музыкой. Ах! Где моя водка? Вот я сижу в своем, с позволения сказать, композиторском кабинете церкви цветов, помы в доме сплошной грохот, дети оружие нас постоянно заводят одну и ту же песню деньги, 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 я затыкаю уши, бегу, бегу, бегу в свои смешные игры за ваших соседей, а мои страсти по-моему, исполняется только здесь, только здесь, неизменно здесь вашу же музыку играет весь мир за мою музыку. Вот, он половинь судьбы, гентель гвоздем засела у меня в голове, и как хорошо ему живется, какой покой ни жены, ни детей, если ему суждено ослепнуть подобно мне, если он и ослепнет, так он повидал весь мир, а я ничего, скромный канцер церкви святого Фомы значительно более мощный Киргий, чем он. Водки! Неужели вы завидуете мне? Кто? Стогните глупый, поднимите руки и поднимите руки судьбой педагогу церкви вы кто лучший капли красавица зовсчу болюши Киргий а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бус, простите, пожалуйста, я лучше уйду. Отчего же? Так лучше. Нет, нет, нет. Я уйду. Нет. Нет, а вы же, вы же голодны. Я всегда голоден. Ультракемп. Продолжим трапезу. Вы не сердитесь на меня. Грифт. Мы Грифт. Я восхищаюсь вами. Вы мною нет. Вы скромный кадр школы святого Фомы. Я великий деда и дочка. Вариации простейший принцип, а вариации бесконечны. Продолжим трапезу. Сейчас нам подадут паштет, но я уже не боюсь бата, который так страстно мне завидует. Этого страха у меня больше нет. Еще вчера, когда упоминали это имя, со мной мог случиться припадок держенства. Еще вчера я приезжаю на родину, может быть, в последний раз. Я осматриваю Галле это счастье, что я могу увидеть его, может быть, в последний раз. Я останавливаюсь у кафедрального собора, поднимаюсь к органу, хочу взять несколько аккордов. Ну, моего мессии, передо мною Лондон. Колпа, которая встает передо мной в мгновение ока, впереди король. И вот я начинаю играть. Я начинаю играть, а в это время ко мне подкрадывается панамарь. Ну, очевидно, сзади. Я все играю, играю. Это уж очень громко. И вот он мне говорит панамарь из моего родного города. Он осмеливается мне сказать. Как чудесно вы играете, господин Ба. Казанься! Казанься! Какой мой умысел! Это всегда так! Это просто недоразумение! Я слишком хорошо знала, господин Гендер! Это просто недоразумение! Какое недоразумение! В дизакции прикладка, который слился уже 30 лет! Господин Гендер, господин Гендер, очень сожалеет! Он никак не... Он ни о чем не сожалеет! Он не управляет! Он всегда такой опыт чудовища! Вот того, что этот человек имеет стройкий успех! Слишком много успеха! Слишком много славы! Слишком много денег! Когда человек получает все, что в покое! Пусть вы не живет, господин Шмидт! Водки! Водки! Да! Пошли! Здесь, в гардерине! Вот вы... Вот вы другой, господин Бак! Вот вы совсем другой! Ой, ой, вы такой бедный! Вы такой благочестивый! Это же сразу и по вашей игре видно! Вот это настоящее искусство! Вы же благочестивые, как и вы сами! Ну, я самым серьезным образом обдуваю вопрос о своем увольнении! Да, Шмидт! Приятного аппетита, господа! О, видишь, он даже не хлопнул дверью! Да! Если он покинет меня навсегда, и когда я стану старым, слепым... Никуда он не уйдет! Да нет, может быть, конечно! Нет, нет! Раньше он оставался после каждого увольнения! Сейчас он останется! Какая жалость! Там паштет! Надо бы его прибрать! Ну, предоставьте это мне! Я позвоню Швичу! Ну, он же только что заявил об увольнении, поэтому... Ну, не утруждайте себя! Ну, я привык к труду, это мне не затрудни! Слишком много успеха! Слишком много денег! Слишком много славы Шмидт прав! Я чудовище! Это видно по моей музыке! Она пользуется успехом! Но она не такая уже и плохая! Может быть, чрезмерно громкая! Ну, вот в Мессии положительно нет! Именно в Мессии положительно, да! Но мне в вашей музыке тоже далеко не все нравится! Ну, мне нельзя сказать, что она чрезмерно громкая! А моей тоже нельзя сказать! Все непременно! Ну, вот так может сказать только мой враг! Вы опять волнуетесь, это вам нельзя! Нельзя! Хочу шампанское! Настоящее шампанское! Это мой любимый напиток! Ой, мы тоже! Я пью его каждый день! А я не вверх! Вот мой бедный, но благочестивый человек! Это за мной останется навсегда бедный, но благочестивый господин Бах! Это видно по его музыке! Ах, 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 то, как я думал, шампанское будут рассказывать еще тогда, когда мои оперы уже будут грызть мыши! Нет, впрочем, я писал и танцевальную музыку! Ну, а я написал мессию! Но поклонников это не интересует! Избави нас Бог от наших поклонников! Ничего дурного они ведь и не хотят! Вот это-то и плохо! Мой мессия! Моя партиста! Чуточку потише, пожалуйста! Так слышно не будет! Кто хочет, тот услышит! КОНЕЦ! 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 Чудесной музыкой наполнился мир, если бы приняли нас обои. Но каждый слышит то, что хочет слышать, или ватной легендой, или легендой, или... И все, кто любит кантора святого помы, будут ненавидеть чудовище. А кто восхищается чудовищем, и черта не поймут в музыке кантора. И будут всегда говорить, вот тот другой, это истинный день. Вовек другой. Навеки вечные. Вечность делает нас врагами. За нашу вражду, господин Бах. Я умоляю вас, господин Геннер. Меня зовут Георг Фридрих. Что-что, простите? Я говорю, что меня зовут Георг Фридрих. Меня, Иоганн Себастьян. Если суждено нам быть и враждовать вечностью, надо хотя бы вредности, вредности подать друг другу руки. Свое здоровье, Иоганн Себастьян. Господин Геннер. Георг Фридрих. Георг Фридрих. Георг Фридрих, я бы тоже тебе немножечко пригудить. О-о-о! Господин Геннер, господин Бах. Да, Иоганн Себастьян. О-о-о! О-о-о! М-м-м! Настоящая шаповская! Ура! Мокалы наполнены чудеснейшей музыкой. Так когда-то говорили обо мне и по ночине. О-о, прекрасный композитор. Да, но посредственно. Прекрасно. Ну, наша дуэль с ними была очень интересна. Ну, вы тогда, вы тогда на дуэлях сражались? Ну, Иоганн Себастьян. А ты тогда сражался на дуэлях? Ну, посредством он. Ах, если бы нас с тобой сразиться на дуэлях. Ну, нет. Ну, пускай нашим оружием... Пускай нашим оружием будут оперы. Я не пишу оперы. Да это очень просто, как пить. Любишь, мажорка? Умирает кино. Динамику. Ну, да. Блядь-таки нет оперного пиата. Трой оперы будут исполняться в Лондоне, Париже в Пенеции. Ну, после моих оперы. А-а-а. Ну, я право не знаю. Но... Искусство – это борьба. Борьба, борьба. Коммерция – это поединок. А для начала я поставлю твои страсти по Москвею. В Лондоне! Сюжет. Слишком христианский. Евреи не поймут. Пойдут. Пойдут. Да, и морали многовато. Тамский полк будет недоволен. Ну, ничего, авось сойдет. Я вставлю туда. О-хо-хо! Королевский дим! О, ну, если ты считаешь душем, если ты находишь. А я здесь исполню своего мессию. В церкви святого... А мы? Или как в Галле? В Галле. Что с тобой? Да моей роти. Ну, правда, он немножечко светкий, чересчур оперный. Твой вокал, Иоганн Себастьян. Спасибо, Георг Фридрих. Я, Себастьян, как жаль, что наша встреча Печа была невозможна, она была невозможна, Георг Фридрич. Звездный час чего-нибудь. Какая жалость. Печально, что здесь не будет исполнен мой мессия. А в Лондоне не поставят моих страстей по Матфею. Самая чувственная, самая театральная вещь, какую я знаю. У тебя хороший вкус, замечательный. Знаешь, здесь, после первого Аллилуйя, ты стал бы святым. Евангелистом. Шестым, шестым евангелистом. Я согласен. Пока. Аллилуйя, Аллилуйя. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ